Откуда вы к нам приехали? С Саратова. Как вам Барнаул? Очень красиво, очень понравилось. А в Саратове есть подобная набережная? Да, да, 5-километровая только, только 5-километровая. Ну да, то такая же тоже примерно, не знаю, тоже нормальная. У нас деловая поездка здесь, так скажу. Да, а вы откуда? Из Рубцовска. Как набережная? Красивая очень сильно, первый раз здесь. Вот по вашему мнению, что бы здесь вы добавили, чего еще не хватает? Развлечений каких-нибудь. Я знаю, пока пустая, но красивая. Нет, ну съездить никуда, а отдохнуть, ну вот здесь отдыхаем. Мне здесь нравится. Ну, по желаниям, может быть, больше кафе. Даже вот здесь, на этой площади, конечно, можно сделать больше кафе. И в городе также, чтобы можно где было присесть, отдохнуть, попить, выпить кофе, чашечку. Вы успели отдохнуть, насладиться этими летними денеками? Нет. Нет? А как проводишься будни? В командировках постоянно. А, в командировках? Приехал неделю, отдохнул, и сейчас обратно погулять. Вот парк. А вот? С Дельвейстом какой-нибудь, хореликами. Летние денечки мы занимаемся спортом. Пробежки, прогулки, больше спортивного отдыха. В Варнауле довольно много спортивных площадок. Ну, хотелось бы добавить, да, чтобы в каждом дворе, чтобы каждый ребенок мог в шаговой доступности заняться спортом. На горном парке можно было для ребятишек какие-то развлечения сделать, карусели поставить, или чертово колесо бы здесь было бы уместно. Успели отдохнуть в горном Алтае. А чего бы еще вы хотели, чтобы в Варнауле появилось, чтобы можно было там отдохнуть? Ну, мне кажется, может быть специальных зон для отдыха на природе. С какими-то лежаками, скамейками. Чисто, знаете, на природе уединение. В Варнауле не хватает каких-нибудь таких пешеходных улочек, в которых можно было хорошо пройтись, посмотреть всякие разные развлечения. Может быть, какие-то уличные музыканты были бы там, развлекали людей. В Варнауле кажется родным городом, то, что все тут родное и даже по-своему красиво.